12-летний Даниил и 13-летний Георгий готовятся к выходу в море. У каждого за плечами уже по несколько крупных регат. Но на этот раз ребята волнуются сильнее обычного. Они впервые идут под парусом, как напарники. У нас была дружба, мы учились вместе раньше и хорошо ладим. У нас вместе хорошо получается. Нас поставили, сейчас будем гоняться, учиться вместе. Именно секретов – это течение и знать погоду. Течение и погода. Порывы, да. Просто смотришь на море, видишь, где ветра больше, туда идешь. В этом году побороться за главные награды ежегодных состязаний в море выйдут около 70 спортсменов. Большая часть из них – воспитанники Сочинского центра парусного спорта. Кстати, их успехи в последнее время просто поражают. Недавно спортсмены завоевали две путевки на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Владимир Семенович неоднократно бывал здесь, в этом парусном центре. Вместе с ребятами выходил в море, участвовал в гонках. Любил этот наш замечательный город, мы об этом знаем, все сочинцы знают об этом. Любил море, естественно, ему здесь нравилось, поэтому мы поддержим эту традицию. И сегодня, когда его нет, но есть те люди, которые были с ним, те ребята сегодня, которые стали в строе яхтсменов. Мы же знаем сегодня, вот если есть память, значит есть и продолжение традиции. Итоги регаты подведут 25 июля, в День памяти Владимира Высоцкого. Победителям соревнований достанется переходящий кубок, выполненный в виде небольшой стрелы с гравюрой грифа гитары. Что касается этой регаты, то она по счету 15-я в стране. Десятая она в Сочи, по счету. Десятая, параллельно вот в эти дни в пяти городах страны также люди выйдут в море в формате парусной регаты под названием фестиваль Владимира Высоцкого. Это города Самара, Тольятти, Владивосток. Помимо парусной регаты в Сочи запланирован еще целый ряд культурных мероприятий, посвященных памяти Владимира Высоцкого. Его стихи и песни будут исполнять в субботу на территории яхт-клуба и в воскресенье в Зеленом театре парка Ривьера. Галина Захарова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.